по поводу того что творится в интернете я самого начала очень хорошо понимал и мне кажется сейчас очень хорошо понимаю что там может и что там творится в начале проекта я относился к этому очень ровно если не сказать даже никак потом у меня был какой-то период после какого-то из не открытых дверей прошлого или позапрошлого когда мне столько всего чего-то понарассказывали в основном конечно же плохого и там еще советами всякие перечисляли что меня почему-то это зацепило я некоторое время об этом думал и даже переживал там о том кто чего думает у меня это довольно быстро отпустил и сейчас мне снова как-то ровно все равно не знаю там обижает это кого не обижает мне абсолютно без разницы что творится на большой земле кто обо мне что думает по поводу советов могу сказать что все советы делятся на четыре категории большие самая большая категория это советы ну там мне очень советовали там запасти перед морозами там глину в дом да спасибо но это настолько очевидно что я понимаю что люди советуют их от там от чистого сердца по доброте душевной но и из своей природы любви к советам такие советы мне в общем и целом ни к чему потому что за них очень несложно и так догадаться есть советы от людей действительно полезные таких надо сказать меньше всего я прям даже могу сказать что есть просто очень узкий круг лиц которые мне что-то советовали действительно полезные вещи еще есть одна категория советов которые очень похожи на вторую на полезные но в итоге они оказываются бесполезными тут дело в том что ну вот например хороший пример такого совета это репейник который помогает мышей якобы то есть не якобы он мне поначалу совет показался очень дельным и практичным и отчасти он действительно оправдался мышь действительно болятся и боятся репейника но на практике выполнить это невозможно потому что ну забью что репейником нору мышь пророет рядом новую нужно там все устелить репьем чтобы чтобы извести мышей таким образом причем кстати эта категория советов она всегда самая интересная потому что ты их проверяешь и в этом как раз эксперимент проверять какие-то вещи которые никто до тебя не проверял а просто они байками так ходят ну и последняя категория это советы смешные и абсурдные их тоже очень много и этом это моя любимая категория а потому что как я уже говорил мне повод посмеяться нужно значительно больше чем хороший совет у меня пока в топе в личном лидирует совет о том что если у меня закончится мог он у меня как раз закончился мне посоветовали конопатить дома куриным пометом это просто огонь первое место однозначно не знаю кто это посоветовал потому что у меня все советы доходят в безличном варианте как правило как правило из интернета но прям я перед человеком преклоняюсь он совместил себе почти все категории советов сразу и я навсегда это наверное запомнил по поводу приездов съемочной группы которые делают документальный фильм могу сказать что я самого начала еще до того как проект начался относился к этому явлению как такой некой обязательной ноши которую я вот на проекте должен с собой нести я негативно не относился к этому никогда потому что просто понимал что таким образом от того что я делаю людям будет польза для кого-то будет открыто что-то новое это будет интересно получится там какой-то хороший фильм который потом впоследствии останется которые смогут смотреть люди это здорово приезды операторов я регулярные в целом переношу нормально то есть я нормально к ним отношусь но с другой стороны однозначно могу сказать что я мне не удается вести себя абсолютно естественно до сих пор я в любом случае как-то меняюсь и делаю что-то по-другому и веду себя по-другому ну начинаю какую-то наверное роль отыгрывать да не сильно совсем но все равно абсолютно естественно вести я себя не могу но сложности для меня это лишнее создает вначале даже помню когда я совсем к этому был непривычен приезда операторов это вообще наверно было самое сложное что у меня здесь происходило несмотря на то что вначале у меня все вообще было плохо у меня все не получалось все было отвратительно и там была гадкой я не высыпался потому что мне не спалось я постоянно грустил у меня было плохое настроение было мокро я болел в общем куда просто не плюнь я помню я постоянно записывал видеозаписи на камеру у меня никогда не было хороших новостей у меня все было плохо вот первые наверное дней 40 не меньше и в сфере всех этих как бы катастроф и неудач приезд операторов занимал одну из первых просто строчек катастроф и неудач потому что на фоне всего того кошмара что происходил происходило все то же самое только все это еще снимал как бы человек с которым нельзя было разговаривать но очень хотелось вот но потом как-то все стало налаживаться начал налаживаться хозяйство я ко всему начал привыкать и успокаиваться и как-то этот фактор тоже нашел мир в моей душе наверное сейчас все общем нормально не могу сейчас просто ни на что жаловаться сейчас я даже когда какие-то плохие новости на камеру записываю я их записываю так как-то по-другому совершенно они для меня никакой бедой не являются просто это какие-то даже интересные такие для меня трудности а что касается дня открытых дверей все дни которые уже прошли а их было сколько у нас октябрь ноябрь декабрь январь четыре штуки да на данный момент ни один из этих дней не принес мне абсолютно ничего хорошего это были наверное даже четыре худших дня на проекте из 134 вот 130 были более-менее это были четыре самых поганых удавалось конечно там немножко пообщаться со своими друзьями что снимала с меня там некое бремя одиночество которое накапливается а вот при общении с близкими там таком неформальным простом несколько удавалось разгрузиться может быть вот это вообще единственный плюс который возник но действительно достаточно много полезных советов и идеи мне подсказали рассказали различные эксперты которые приезжали в эти дни это конечно тоже плюс но на фоне того всеобъемлющего стресса который ты испытываешь после сидения в лесу в одиночестве от приезда огромного количества людей с камерами которые задают одни и те же вопросы по кругу там их можно на пальцах двух рук перечислить максимум просто это вообще не что все эти плюсы они теряются и я в эти дни очень сильно устаю гораздо больше чем в любой другой день чтобы они делал там проще елки в лесу валить чем общаться с представителями всяких средств массовой информации отвечать на эти вопросы но я в принципе считаю что у меня получается довольно неплохо держаться я очень терпеливо спокойно отвечаю каждый раз в каждый день открытых дверей 50 раз на один и тот же вопрос там самый популярный вопрос кстати это скажите пожалуйста чего больше всего не хватает на проекте я не помню еще ни одного журналиста который меня это не спросил вот все абсолютно так или иначе под разными соусами разными словами но всегда об этом спрашивают самое главное что я до сих пор не научился на него толком отвечать потому что я честно говоря не знаю но я даже это общем перенес достаточно нормально никаких особых стрессов переживаний не испытал наверное тоже привык это же общаться там с медийными средствами наверное такое же дело как любое другое там как колоть дрова или сжигать огонь ну что вообще угодно также накапливается опыт и чувствуешь себя спокойнее уверенней такие вот дела медийные